Катя Лель – известная российская певица, композитор и автор песен. Многие композиции артистки неоднократно оказывались на вершинах музыкальных рейтингов и стали любимыми для тысяч поклонников. Успех звёзд зависит от раскрутки, но в случае Лель продюсер захотел уничтожить собственное творение. В бизнес вмешались чувства, и брошенный мужчина не смог смириться с популярностью пассии. До самой смерти он любил и ненавидел артистку. Смогла ли звезда простить бывшего возлюбленного, объявившего ей войну? И кто сделал Катю Лель по-настоящему счастливой женщиной? Катя Чупринина, а именно так звали с рождения певицу, появилась на свет в Нальчике 20 сентября 1974 года. Папу и маму, Николая и Людмилу, Катя называют уникальными людьми. Родители Кати выросли на одной улице в Нальчике. Отец старше мамы на 7 лет. Когда Людмила окончила 10 класс, Николай сделал ей предложение. После свадьбы родители певицы жили душа в душу 34 года до самой смерти отца. Певица рассказывает, что в детстве она сестрой называла родителей «голубками». Настолько близкими и нежными были их отношения. Даже спустя десятки лет совместной жизни отец носил маму на руках и не мог на неё насмотреться. Именно такой пример супружеских отношений для Лель был эталонным. Уже к 20 годам Катя поняла, что творческой натуре на малой родине не развернуться. И она приехала покорять Москву и вытащила настоящий козырь. На конкурсе «Музыкальный старт 1994», который проходил в парке Горького, её заметил Лев Лещенко и пригласил на работу в свой музыкальный театр. Именно так описывается история большого музыкального старта на сайте певицы. Жизнь преподала урок Кати Лель, когда она пострадала от продюсера. Эта история была замешана на большой любви. Именно Лев Лещенко познакомил певицу с ресторатором Александром Волковым. Мужчина жил в Германии и часто организовал гастроли российских звезд за границей. Знакомство с молодой артисткой воодушевило бизнесмена. Он начал ухаживать за певицей. Присылал шикарные букеты и картины с изображением влюблённых. Внимание взрослого мужчины льстила 22-летняя певица. Волков был успешен, богат, женат и старше Лель на 26 лет. Бизнесмен сразу обозначил свою позицию. «Для меня моя жена как сестра. Мы с ней родные люди. А ты, Катя, единственная женщина, которую я по-настоящему люблю». Сохранять дистанцию удавалось год. А потом Волков занялся продюсированием артистки и стал её гражданским мужем. Джага Джага и Муси Пуси гремели на всю страну. Лель не сходила с экранов, и только она знала, чего стоила эта популярность. Кате с продюсером было очень непросто. Он изводил своей патологической ревностью. По минутам просчитывал её день, заставлял ставить на запись аудио, чтобы потом слушать все разговоры певицы, и знать о её передвижениях. Эти отношения затянулись на целых 8 лет. Но артистка и сейчас уверена, что не вторгалась в чужую семью. И винить её не за что. А вот к бизнесмену претензии имеются. Точкой в их отношениях стал откровенный разговор. «Саша, мне уже по 30. Я хочу семью, детей. Или определись, или расстаёмся». Ответ был коротким. «Если не будешь со мной, уничтожу». Тогда артистка не восприняла угрозу всерьёз. И чисто по-женски поставила во главу угла личное счастье. Она ушла из больных отношений, а потом ещё долгих 4 года терпела клевету, отмывалась от грязи и упрёков и ходила по судам. Бывший возлюбленный сдержал слово. Её концерты отменяли. Организаторы отказывали сотрудничать с певицей, так как у неё нет права исполнять свои песни и пользоваться псевдонимом Катя Лель. 4 года длились судебной тяжбы. Катя Лель пыталась отстоять право исполнять свои хиты и, в принципе, выступать на сцене. В течение этих лет певицу не приглашали выступать. Её песни не звучали на радио, и поклонники могли забыть о ней. Суд, в конце концов, завершился Катиной победой. После череды судов Александр серьёзно заболел. И коллеги упрашивали Лель позвонить ему и помириться. Однако женщина была зла. К тому же до последнего не верила в реальность недуга бывшего возлюбленного, полагая, что это лишь способ вернуть её. Максимум, что Катя заставила себя сделать, это написать Волкову сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления. Но Александр не лгал и не симулировал. За 9 месяцев мужчина сгорел от рака и умер в клинике в Германии. А сама Лель лишь спустя 10 лет, будучи на гастролях в Германии, приехала на его могилу с цветами и попросила прощения. Со своим мужем Игорем Кузнецовым певица познакомилась как раз в сложный период своей жизни. Она только одержала победу в судах и начала снова выступать с концертами. После одного из выступлений дорогу певицы перегородил высокий брюнет. Посмотрел в упор на артистку и спросил. «Скажите, пожалуйста, а у вас есть ваш мармеладный?» Певица признаётся, что оторопела от подобной наглости, но вопрос был столь неожиданным, что согласилась на встречу. Единственное, что уточнило у незнакомца – свободен ли он. После истории с Волковым, романы с женатыми мужчинами не входили в план певицы. Так у артистки и бизнесмена завязался роман. Катя сразу предупредила своего возлюбленного, что ради него сцену оставлять не собирается. Но Игорь оказался мудрым человеком. Он ведь с самого начала знал, к кому подошёл. В 2008 году влюблённые поженились, а 8 апреля 2009 у супругов родилась дочь Эмилия. Когда малышка немного подросла, Катя окрестила её в Елоховском соборе. Крёстной малышки стала мама Ксении Собчак – Людмила Нарусова. Сейчас Эмилии 13 лет, она очень похожа на отца. Дочка певицы учится в престижной столичной школе. Кроме этого, она занимается английским, музыкой и вокалом, и мечтает как мама стать певицей. Правда, Катя не горит желанием, чтобы Эмилия пошла по её стопам. Кому как не ей знать, насколько это трудная, а порой очень хлопотная и нервная профессия. Видя перед собой пример своих родителей, Катя всегда мечтала о крепкой семье, любви и гармонии с любимым. Супруг для певицы – это прежде всего друг, который разделяет с ней эмоции и понимает её мир. Ради любимой Кузнецов оставил прибыльный бизнес в Одессе и перебрался в Москву. Несмотря на творческую занятость, певица никогда не работает в ущерб родным. В выходные они обязательно проводят всей семьёй, выбираются на прогулку, в кино или в гости. В последнее время окружающие обсуждают не столько творчество артистки, сколько её невероятный рассказ о встрече с внеземной цивилизацией. Сенсационное признание Катя сделала, решив, что наступил момент, когда человечество готово услышать шокирующую историю. По словам звезды, когда ей было 16, лучи света озарили комнату, после чего четыре зуба будущей артистки исчезли без боли и крови. Затем девушка оказалась на космическом корабле, где инопланетяне, принимавшие образы симпатичных людей, пытались наладить с ней контакт. После этой встречи у Кати открылись необычные способности. Читать мысли окружающих, видеть недоступное другим. Кроме того, именно тогда она начала писать музыку и тексты. «Моя дочь и мой муж видят тарелки каждый день в центре Москвы на Новослободской. Я их снимаю на видео», – заявляла Лель. «Они следят за мной. Я думаю, почему я одна сумасшедшая и больше никто этого не видит? Я даже близким говорю. Если мама вдруг исчезнет, то вы знаете, где я». Инопланетян видели и мать Кати, и сестра Ира. Даже отец поверил после того, как потерял контроль над своим телом. Опустил пальцы в кастрюлю с кипящей водой, но не почувствовал боли. По словам близких, светящиеся шары в небе преследовали Лель всю юность. Разумеется, к откровению певицы многие отнеслись скептически, считая, что Кате попросту не хватает пиара и громкой легенды, чтобы напомнить о себе. Однако некоторые звезды не только поддержали Лель, но и поведали собственные истории о встрече с НЛО.